Прожиточный минимум на 2020 год составит, внимание, 9 311 рублей. После оплаты коммуналки, а это 4-5 тысяч, и покупки лекарств на еду останется не более 3 тысяч рублей. Средняя прибавка к пенсии составила целых 262 рубля. Чиновники хотят переложить всю ответственность за пенсии на самих граждан. Очередные преференции для нефтяников, экстремально низкая инфляция на уровне 3% годовых, падающие доходы населения и заначка в размере 16 трлн рублей в Фонде национального благосостояния. Год назад, 3 октября 2018 года, президент России подписал закон о повышении пенсионного возраста. Но большинство пожилых людей обещанную прибавку в размере тысячи рублей не получили. С 1 января 2019 года проиндексировали на 7% лишь фиксированную часть страховой пенсии. Далее компенсация будет еще более жиденькой. В 2020 году она составит 6,6%, а к 2024 году опустится до 5,4%. Пенсионная реформа обрушила рейтинг не только «Единой России», но и президента. Так что весь год власти приходится делать хорошую мину при плохой игре. В истории с пенсионной реформой российское правительство действует согласно жизненным принципам Папандопола. Из фильма «Свадьба в Малиновке» я себя не обделил. Только после окрика из Кремля Кабмин изменил схему индексации пенсии сверх прожиточного минимума. У пенсионера, получающего размер пенсии в размере 6,5 тысяч рублей, вот у него прибавка составит сверх того, что он получал сейчас, составит 458 рублей. Около 4 миллионов пожилых россиян подправили свое финансовое состояние на пару сотен рублей. Месяцом позже на Краснопресненской набережной со скрипом, но все же расширили список профессий, которые дают право на доплату к пенсии труженикам села. Но и в этом случае Папандопола взял верх. Ощастливили только каждого третьего пенсионера. Правительство экономит на работающих пенсионерах по двойному разряду. Во-первых, им уже пять лет как отказано в индексации пенсии. Во-вторых, не дочисляют так называемые пенсионные баллы. В 2018 году вместо восьми они получили всего три. Каково? В результате средняя прибавка к пенсии составила целых 262 рубля. Есть мировая практика. Для того, чтобы люди могли получать достойную пенсию, доля пенсионных выплат к национальной экономике, как в Европе, должна быть 12-13, а в Италии и 16%. А у нас 8. То есть у нас недофинансирование ежегодное. Объем пенсионных выплат на 4 триллиона рублей. Однако, по мнению основного идеолога пенсионной реформы Алексея Кудрина, в России в списках бедных пенсионеры не значится. Благодаря ранее принятому закону о пенсиях у нас пенсионеры не попадают в число бедных, поскольку им всегда есть доплата до прожиточного минимума пенсионера. То есть пенсионеры у нас выведены из группы бедных. Раз и навсегда, слава богу. Прожиточный минимум пенсионера на 2020 год составит, внимание, 9 311 рублей. После оплаты коммуналки, а это 4-5 тысяч, и покупки лекарств на еду останется не более 3 тысяч рублей. У нас огромный префицит сегодня, 13 триллионов рублей, по сути дела, в резерве Министерства финансов правительства. Мы могли бы индексацию пенсии на следующие годы пересмотреть и сделать хотя бы постоянной до 2022-2024 годов, тем более в рамках выполнения национальных проектов, 7% ежегодно. Сегодня субъективная граница бедности 12,5 тысяч рублей на человека. Все, кто имеет меньше, соответственно, и миллионы пожилых людей попадают в категорию бедняков. Но самыми пострадавшими оказались предпенсионеры. Их не только лишили пенсии, но они первые и на увольнение. С начала 2019 года с рынка труда ушло свыше полумиллиона граждан этой возрастной группы. Не прошло и года после повышения пенсионного возраста, а в Минфине грезят о новом эксперименте. Теперь чиновники хотят переложить всю ответственность за пенсии на самих граждан. Правда, от мечты загнать россиян в накопительную систему через автоподписку на индивидуальный пенсионный капитал пришлось отказаться. Взамен разработали ГПП – гарантированный пенсионный продукт. Внедрять его обещают на добровольных началах. Найдет ли население деньги на новую забаву правительства? Вряд ли. Это понимают даже в Совете Федераций. Как заявила Валентина Матвиенко, цитата, «Сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем». Конец. Цитаты. От ГПП могут откреститься и в Государственной Думе. Кто захочет портить себе карму перед выборами в 2021 году? Очередные преференции для нефтяников, экстремально низкая инфляция на уровне 3% годовых, падающие доходы населения и заначка в размере 16 трлн рублей в Фонде национального благосостояния. Почему в Доме не доверяют правительству? Впервые в государственную кубышку планируют собрать более 20 трлн рублей. Вот только бы потратить с умом. А с этим беда. Буквально две недели назад счетная палата заявила о самом низком за последние 10 лет исполнении расходов бюджета в 2018 году. На банковских депозитах зависло полтора трлн рублей. В этом году может и вовсе случиться конфуз. Похоже, что мы к концу этого года уйдем на новый рекорд. И в следующем году, на 1 января, зафиксируем еще больше объем неисполнения расходов бюджета. Но тем самым это заставляет задуматься еще раз о дисциплине. Дальше ссор из избы глава счетной палаты выносить не стал. А деньги приходят на дороги в августе. У нас по 44-му ФСЗ с вами нормативы. Самые продолжительные 60 дней конкурсы длятся. Октябрь. Снег идет. Вот вам и эффективность тех средств, которые мы с вами обсуждаем количественными показателями. Получается очень занимательная арифметика. Только на льготах нефтяным компаниям казна ежегодно будет терять по триллиону и более рублей. Выпадающие доходы компенсируют из карманов россиян. Минфин уже объявил о введении в России трех новых налогов – утилизационные и туристические сборы, а также отчисление операторов связи общего пользования. Традиционно увеличат акцизы на топливо и табачные изделия. Вдвое вырастут акцизы на вино. По креативности от чиновников не отстают и парламентарии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложилась с 2020 года распространить налог для самозанятых на все субъекты России. Поддержка в Госдуме со стороны депутатов-единороссов будет обеспечена. Государственной Думой в конце прошлого года был принят пакет законов, который определяет так называемый налог на профессиональный доход. Он был подготовлен членами комитета по бюджету и налогам под руководством Андрея Михайловича Макарова. В четырех субъектах он сейчас реализуется и показывает потрясающие результаты. В прошлую неделю зафиксирован 200-тысячный самозанятый. И еще один неожиданный поворот. На 2020 год прогноз инфляции снижен с 4 до 3% пунктов. Это вклад Минэкономразвития. А дальше, как говорят иллюзионисты, следите за руками. Главным бенефициаром оказался Минфин. Ничего принципиально не меняя, финансисты смогли существенно сократить расходы по целому ряду социальных статей. Вот наше Минэкономразвитие напоминает мне шулеров, наперсточников в 90-е годы. Когда помните вот эта игра угадать-не угадать, вот точно так же угадывает и наше слабое, я считаю, Минэкономразвитие. И теперь о ложке дегтя. Доходы бюджета на 2020 год запланированы на уровне более 20 триллионов рублей. Однако это никак не отразится на благосостоянии основной массы российских граждан. В проекте бюджета, который правительство внесло в Государственную Думу, говорится о том, что несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы, реальные располагаемые доходы граждан вырастут лишь на 0,1%. Арифметическая погрешность.